Привет-привет, Раки! Это Таро Расклад для вас на июль месяц. Будем смотреть с вами такие сферы, как здоровье, финансы, взаимоотношения, любовь и, конечно же, возможности, которые будут открываться для вас в июле месяца. Если вы смотрите прогноз только по солнечному знаку, то посмотрите обязательно еще по знаку Луны и Асцендента. Так для вас будет получаться более узкий, целенаправленный ваш прогноз, можно сказать, индивидуальный. Если вы по каким-то причинам не знаете, где у вас Луна и Асцендент в натальной карте, то не стесняйтесь, пишите под этим видео в комментариях вашу дату рождения, место рождения и время вашего рождения. И я с удовольствием подскажу вам и напишу в ответ, где ваша Луна и где ваш Асцендент, чтобы вы могли смотреть по этим трем знакам ваши прогнозы и составлять для себя индивидуальный и гороскоп, и Таро Расклад, и все, что хотите. Все подсказочки Вселенной будут у вас в руках. Так, а мы смотрим сферу здоровья. Что ждет вас в этой сфере в июле? Смотрим. Паш Мечей. Паш Мечей говорит о том, что, скорее всего, вам необходимо будет получать какую-то информацию. Может быть, кто-то будет сдавать анализы в связи с какими-то вашими, вашим самочувствием, да. Кто-то будет просто получать какие-то консультации из различных источников. Это может быть и когда вы читаете какие-то журналы по здоровью, книги о том, как, может быть, правильно питаться или правильно восстанавливать свой баланс энергетически, да. Может быть, вы просто с кем-то будете общаться, разговаривать о том, что... Ну, то есть, в принципе, ничего серьезного со здоровьем нет. Но, возможно, что эта тема каким-то образом, так или иначе, будет проскакивать в вашей жизни в июле. И вы будете обсуждать, ну, какие-то моменты, да, связанные именно с вашим самочувствием. С кем-то, может быть, из специалистов, может быть, с кем-то из друзей, из ваших родственников, знакомых. То есть, ну, в целом, все хорошо. Просто нужно больше проявлять внимание, так скажем, к этой сфере в июле. Обратить внимание на то, что вас беспокоит. И вовремя найти информацию, чтобы улучшить то, что идет не по плану. А мы смотрим сферу работы. И здесь будет у нас три карты. Первая карта – это для тех, кто в поисках работы. Вторая карта – для тех, кто работает по найму. И третья карта – для тех, у кого свое дело, свой бизнес, кто работает на себя. Итак, первая карта – кто в поисках работы или подработки. Здесь у вас паш-чаш. Паш-чаш говорит о том, что проявляйте больше творчества. Поищите работу в той сфере, которая доставляет вам удовольствие. Это может быть совершенно не ваша профессия, но вы, например, просто любите готовить, петь, танцевать, что-то организовывать. Вот там, где находится область вашей любви, вашей страсти к этой жизни, ваши хобби, может быть, какие-то увлечения, занятия. Вот в этой сфере, скорее всего, вас ждет успех, и вы найдете дело для души. То, что, может быть, не очень высоко будет оплачиваемо, но вы точно будете получать от этого искреннее удовольствие и счастье от самого процесса, что вы этим занимаетесь. Ну а впоследствии, так как пажи имеют возможность расти и давать еще больше, то, соответственно, будете расти вы, как профессионал, и будут расти ваши достижения в финансовом плане. Смотрим для тех, кто ходит на работу, работает по найму, что ждет вас в этой сфере в июле месяце. Верховная жрица говорит о том, что будьте аккуратны с какими-то тайнами, может быть, вам откроется тайна вашей организации, какого-то коллеги или того же, какого мнения о вас, кто-то. А также это может быть, когда ваши какие-то тайны могут всплыть наружу, то, чего вы не хотели бы освещать из личной жизни, например, в делах рабочих. Также это может значить какое-то важное подписание договора. Может быть, вас переводят в другой там офис, да, или в какую-то дочернюю компанию, да, может быть так. Может быть, что вам добавляют каких-то обязанностей, и вы должны будете, ну, заполнить вот этот доп. какое-то соглашение, да. Это может быть так, что для углубления и изучения вашей специализации вам потребуются какие-то курсы. Ну, тут по Верховной жрице это даже не курсы, это целый курс серьезный, да, обучение. То, что может занять не один месяц, а может быть, там, полгода, год, да. То есть это такое серьезное образование, после которого мы получаем какие-то дипломы, ценные сертификаты, которые позволяют нам переходить на другой уровень. Мы познаем тайны своей профессии, мы углубляемся в то, чем мы занимаемся. Смотрим, что еще. Может, так, нет. Смотрим третью карту, простите. Тех, кто работает на себя в сфере работы, что ожидает вас в июле. Колесница – это прорыв в делах, это успех, это когда мы умеем удержать в вожже своих дел, своих обязанностей и своих страстей и желаний, да. Если мы держим чувство под контролем, если мы умеем правильно распределять роли в нашем деле, в нашем бизнесе, то мы получаем заветный прорыв. Наши дела идут в гору. Возможно, для кого-то это поездка на какие-то семинары, симпозиумы, да, там, предпринимателей, людей, которые делятся своими идеями. И благодаря этой встрече вас осенит, вы поймете, как вам дальше выстраивать свой бизнес, как вам получить гораздо больше прибыли, как вам масштабироваться, да. То есть обращайте внимание, поищите, возможно, в июле месяце именно по вашей нише проводятся какие-то такие слеты, да, обмен опытом. Но в любом случае, это очень успешная карта, и она сулит, что вы сможете и заработать больше, и реализоваться лучше, и продвинуться качественно в тех делах, которые вы себе наметили на июль. Смотрим следующую сферу, и это у нас финансы. Что вас ожидает в финансовой сфере на июль месяц? Ой, ну, что-то вам не очень будет нравиться, те средства, которыми вы располагаете. Может быть, вы будете хотеть больше, или по сравнению с предыдущим каким-то периодом вашей жизни, сейчас вы заработали меньше. И вас это немножечко может подрастраивать, может быть так, что вас-то все устраивает, но кого-то из ваших близких не устраивает положение ваших финансов на сегодняшний день. И они могут вам это либо явно высказывать, либо всячески показывать, что как бы маловато будет. Вот, также вы можете на этой неделе, например, ой, на неделе, простите, в июле получать деньги из трех разных источников. Потому что тройка мечей не всегда показывает наше разочарование. Это могут быть попытки, когда вы, например, с третьего раза достигнете тех результатов, которые вам необходимы. И тогда возможно, что к концу месяца вы достигнете тех финансов, на которые вы рассчитывали. Это может быть, когда мы получаем деньги, как я уже сказала, из трех источников. Может быть, вы работаете на трех работах, может быть, вам, не знаю, достаточно трех клиентов, да, которые обеспечат вам этот месяц финансово. Ну, пишите, делитесь, что это для вас будет, потому что это интересная карта, когда выпадает на сферу финансов. Смотрим с вами окружение. Окружение. Окружение – это люди, с которыми мы общаемся ежедневно или периодически, да. Но вот в июле месяце что ожидать от социума в целом, от коллег, от друзей, родственников. Императрица. Ну что ж, вы будете в прекрасном расположении духа. Вы сможете быть щедрыми, изобильными. Вы будете делиться тем, что у вас есть. Может быть, вы будете раздавать подарки, да. Может быть, вы будете поощрять каких-то людей на какие-то совершения, подвиги. Но также и вы будете получать от людей поддержку. Люди будут вами восхищаться. Люди будут хотеть с вами пообщаться. Они будут чувствовать в вас вот эту наполненность, ресурсность. И им захочется быть рядом с вами. Поэтому в общении у вас всё будет в порядке. Рядом с вами будут люди, которые будут вас ценить. И о которых вы захотите заботиться, оберегать и всячески опекать и поддерживать. Смотрим тему любви, сферу любви. Здесь тоже мы вытянем три карты. Первая карта будет для тех, у кого нет второй половинки, но очень хочется познакомиться с кем-то для построения отношений. Вторая карта будет для тех, у кого есть вторая половинка, но что-то пошло не так. Это, так скажем, на сегодняшний день не предел ваших мечтаний и отношений. И третья карта будет для тех, у кого есть отношения. И у вас царит любовь, гармония, счастье. Просто посмотрим, что ждёт ваша пара в июле. Итак, смотрим первую карту для тех, кто в поисках второй половинки. Девятка мечей. Девятка мечей может давать страхи, сомнения, неуверенность в себе. Тогда, когда мы действительно очень сильно, видимо, сфокусированы на том, что мы одиноки. И нас это расстраивает, это не даёт нам спокойной жизни, это не даёт нам возможность действовать. Потому что все наши мысли прикованы только к этой сфере. Понижайте значимость в таком случае. Помните, что когда мы чего-то очень сильно хотим, это уже превращается в некую зависимость. И тогда Вселенная не даёт нам шансов, потому что, ну, так скажем, вот эта вот маниакальность, да, когда мы всеми всяческими средствами и силами пытаемся притянуть вот это желаемое, оно тоже не даётся. Но когда мы расслабляемся, когда мы выдыхаем, когда мы позволяем и доверяем Вселенной и говорим о том, что я знаю, что мой человек и есть, и моя вторая половинка ходит где-то по этой земле, и мы обязательно встретимся, я и в это искренне верю, то Вселенная вам обязательно подсветит те пути, где вы их найдёте. Также по этой карте можно рассмотреть места, в которых вы можете встретить свою вторую половинку. Это может быть, если у вас, например, работа или подработка какая-то ночного образа жизни, то, может быть, вы как раз в ночную смену познакомитесь с кем-то, может быть, какой-то коллега новый придёт, да, может быть, клиент, да, какой-то, ну, в любом случае, вот, ночью, когда вы не будете спать, будете заняты своими делами, к вам в жизнь может войти ваша вторая половинка. Также это может быть, когда мы совершаем какие-то перелёты ночные, да, с пересадками, вот, в этих зонах можно тоже познакомиться с каким-то интересным человеком, который окажется вам, ну, интересным, привлекательным, и вы захотите обменяться контактами и продолжить это общение. Это может быть, когда вас пригласили на какое-то мероприятие, где вы веселитесь, не спите ночами, и там, в каком-то клубе, заведении, да, развлекательном, вы тоже можете встретить неожиданно для себя человека, который вам очень-очень понравится. Поэтому решайте сами, что для вас наиболее комфортно для знакомства. Но, тем не менее, если вы сильно, слишком озабочены темой одиночества, то старайтесь отпускать это от себя, доверьтесь вселенной, она всё сделает так, как необходимо, и одними не останетесь. Смотрим для тех, у кого есть вторая половинка, но что-то идёт не так, не по тому сценарию, который вы планировали. Пятёрка мечей. Пятёрка мечей может говорить о предательстве за вашей спиной. Будьте аккуратны, это могут быть серьёзные ссоры и конфликты, когда вы, может быть, и правы, и отстоите свою точку зрения, но окончательно разорвёте все отношения с данным человеком. Поэтому прежде чем вступать в какие-то перепалки, борьбу, острые слова, наговорить лишнего, что невозможно будет отмотать и вернуть назад, подумайте. Пять, семь, десять раз подумайте, прежде чем нападать на человека. Даже если первую ссору начинаете не вы, а ваш партнёр, то всё равно всегда есть возможность остыть, не дать ходу этому скандалу. Самый лучший способ, когда вы чувствуете в любых отношениях, неважно с партнёром это или с каким-то человеком близким для вас, избежать конфликта можно, когда вы видите, что вы закипаете, что вы сейчас можете перегнуть палку, когда вы можете наговорить тех слов, за которые вам потом могут быть стыдно, или вы так и на самом деле не думаете, просто хотели сделать побольнее этому человеку. Вот лучше в этот момент поймать себя, остановить и выйти. Сходите погуляйте, подышите воздухом, и неважно сколько сейчас, 3 часа ночи, 6 утра, или солнце пёк, пекло под солнцем, фиеста там. Уйдите, уйдите из пространства этого человека, подышите, обдумайте всё, все свои слова, что вы сейчас хотели сказать, что вы сейчас хотели сделать. И когда вы остынете, когда вы поймёте, что вот сейчас вы готовы спокойно, конструктивно разговаривать, возвращайтесь. За это время и человек остынет, и у вас получится уже не ссора, не скандал, а нормальный диалог двух серьёзных взрослых людей. Смотрим, что же ждёт тех, у кого всё прекрасно, есть вторая половинка, у вас царит любовь, гармония. Что у вас в июле будет происходить? Ой, ну у вас будут страсти кипеть. Это может быть, когда вы примете решение жить вместе, заключите этот союз нерушимый. Вы настолько привязаны друг к другу, что это может со стороны казаться, ну как будто вы не разлей вода. Единственное опасение по этой карте, что вы можете действительно быть в созависимых отношениях, когда есть вот эти эмоциональные качели, когда мы постоянно крутимся в треугольнике карпа на жертву, спасатель, тиран. И на вот этих вот эндорфинах, да, на вот этом адреналине мы не замечаем того, что мы входим, что это не истинная любовь, а это больная привязанность, когда нам хочется спасти человека, когда нам хочется помочь, когда нас уже затиранили, а мы всё равно любим и терпим что-то. Вот если это ваш случай, то откройте глаза. Если же у вас всё прекрасно и действительно у вас прекрасные взаимоотношения, то это могут быть какие-то новые страсти, когда вы часто, например, куда-то выезжаете, вы посещаете какие-то шумные места, людные, когда вы тратите на ваше удовольствие, на ваше желание совместные средства, да, когда вы балуете себя, ну, через край, я бы сказала. Да, и эта карта только хороша для того, чтобы проявлять страсть, желание к своему партнёру, больше близости, и это поможет сохранить ваши отношения и раскрасить их яркими красками, незабываемыми воспоминаниями. Что ж, и мы переходим к последней сфере нашей жизни, это возможности. Давайте посмотрим, какая главная возможность будет открываться для вас в этом замечательном июле. И это у нас семёрка жезлов. Семёрка жезлов говорит о том, что все ваши возможности будут там, где вы будете отстаивать свои интересы, там, где вы можете сказать «нет» обстоятельствам и людям, там, где вы будете настойчивы в своих желаниях и стремлениях, вот там вы будете чувствовать себя победителем. Да, возможно, нужно будет побороться за место под солнцем и за своё желание. Но ничего не даётся просто так, и необходимо прикладывать усилия для того, чтобы всё исполнилось. Но помните, там, где вы будете упрямы, где вы будете настойчивы в достижении желаемого, вам откроются двери к большим перспективам и победам. Так что будьте настойчивы и проявляйте действия активней. Что ж, дорогие мои, я благодарю вас за лайки, подписки и комментарии. Это очень помогает в продвижении канала. И прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»